С самого начала купального сезона на помощь пляжным спасателям пришли волонтеры поискового отряда ВИТО. Они также следят с запреждением порядка отдыхающими и спасают утопающих. В летние жаркие дни люди предпочитают провести свободное время на берегу водоема. Но следует всегда помнить, что водоемы являются местом повышенной опасности, ведь вода не прощает ошибок. Шесть волонтеров поисковой организации ВИТО пришли на помощь к спасателям на центральный пляж Павлодара. Мы уже, если честно, забыли, что такое лето. Каждый год наше лето – это иртыш и поиски на воде утонувших людей. Поэтому в этом году, я бы сказала, одной из причин, почему мы устроились на пляж, на работу, стало именно то, что мы хотели как-то снизить смертность на воде. Потому что, ну, правда, невыносимо наблюдать за тем, как много людей гибнет. Например, в минувшее воскресенье волонтерам пришлось участвовать в поисках восьмерых детей. А совсем недавно член организации Куаныш спас тонущего ребенка на центральном пляже областного центра. Проводится большая работа для того, чтобы избежать трагедии на воде. Раздаем листовки отдыхающим с просьбой быть более внимательными на воде. Также проводим беседы о том, чтобы люди следили за своими детьми. Очень часто встречаются на пляже дети в возрасте от 7 до 9 лет, купающиеся без сопровождения взрослых. Если дети говорят, что мы одни, мы не просто их убираем с пляжа, мы звоним родителям. То есть обязательно ставим родителей в курс дела. Потому что, к сожалению, многие родители, они в силу того, что работают, как все нормальные люди, они не в курсе, чем занимаются их дети. Также дети они как бы обманывают. Был у нас мальчишка, который сказал своей маме, что он идет в бассейн со школы. На самом деле он просто пошел с друзьями на пляж. Конечно же, не обходится и без спиртного. Употребление алкоголя и отдых у воды очень часто становится причиной гибели людей. К тому же волонтеры просят проводить воспитательные беседы с детьми о правилах поведения на воде, а также о технике спасения утопающего. Евгения Мягченко, Алексей Мехедов, Ертасакпарад.